Сибирский старец рассказал, в чем проблема России и почему мы не способны ничего изменить. Честно признаюсь, согласна не совсем, но в целом, мне кажется, соответствует действительности. Про Солнце сначала не поняла. Оказывается, действительно есть теория, что Солнце вставало на нынешнем Западе. Потом все поменялось, с этим как-то связана Луна. Или Луны, которые когда-то пропали. Старики и сказывали, как раньше было, когда по закону Божьему жили, а не по дьявольскому. Ведь было все не так вовсе. И солнышко красным, и садилась она на восходе, а вставала на Западе. А стало все так, потому что люди стали другими, злыми стали, перестали чтить предков и богов. Все силой меряются и властью. И не замечают они, что не только меняются в худшую сторону, но и земля вместе с ними. Нет в мире ничего неизменного. Боги создали мир для людей. И мир пребудет таким, каким будут люди. Раньше и не слыхали о катастрофах да ураганах. Раньше и леса были, но пожаров не было. Природа человека кормила и поила. Раньше, как было, палку в землю вставь, она и прорастет. А уж если телега во дворе застится, ее нужно было почистить от листочков до корней. Нет, сейчас совсем не то время. Люди и людьми-то быть перестали. Смотришь через одного, то волк, то сыч, то ирод проклятущий. О предках совсем забыли. О роде не помнят. Имя помнит, а род семью. Ты его фамилию спросишь? Назовет. Откуда фамилия? Уж не скажет. Бабку помнят, а про бабку, а про деда. А они жили всего 50-70 лет назад. Плюнуть да растереть. А потом живут без роду да без племени. Своих не знают и знать не хотят. Одни одиношенки по миру маются. И неведомо им, что нет в едином человеке силы. Ни чтобы земля родила, ни чтобы дом стоял. Ни копейка не придет, ни рубль. Одному вся судьба удавится. Алидаром худшей из всех возможных кар было изгнание. Когда они казнили человека, палками не секли, но изгоняли жить обособленно. Ведь тот и имущество брал, и охотится мог, и землю сеять. Да не выживал. А если выживал, то не жизнь была, а кара с нескончаемой борьбой с обстоятельствами. Все позабыли, заставили вас позабыть. Сатана, дьявол, вас совратил бусами блестящими. Сказал он вам, каждый человек может все. Каждый может стать тем, кем он хочет. И ведь не соврал, может. Только когда не один, когда за ним рот и сила. И сгинул тот, кто поверил. Сам себя изгнал, от семьи оторвал. Сгинул. Ибо нет у него будущего. А покаяться да повернуть все назад мешает гордость, которая и есть грех смертный. Но есть еще и прогнозы отшельников о России. Согласно прогнозам, мир будет переживать множество испытаний, что мы сейчас и наблюдаем. В последние лет 10 мир становится все более непредсказуемым местом. И, наконец, мы вляпались. Лично я считаю, мое оценочное суждение, что сейчас идет некий ренессанс. Возрождение России, а вместе с тем, потеря влияния Соединенными Штатами. И поверьте, никто никогда не отдавал власть по своей воле. Америка будет сопротивляться до последнего. Ведь потеря ей мирового лидерства – очевидный конец для государства. Они накопили слишком большие долги и слишком многих обидели. Слепой из Донбасса. Николай Тарасенко – бывший археолог, который начал делать прогнозы после того, как ослеп. Кто-то называет его «второй вангой». Не будем спешить с такими громкими заявлениями. Однако весной 2023 года НТВ выпустило сюжет с громким названием «Россия будет первой. Прогнозы слепого отшельника». Тарасенко прославился не только своими прогнозами, но и тем, что в одиночку построил храм на горе, который, как говорят, чудом не был разрушен вражескими снарядами. Провидец заявил, «Россия будет первой и будет править сто лет. По подсчетам удивительного затворника, который построил величественный храм на горе, победа придет на Пасху в мае 2024 года, если мы вместе будем держать строй». Николай Тарасенко, «Нам сейчас единственно не хватает того единства, которое раньше присутствовало в каждом дворе. Нас раздербанили информацией и богатством. Полюбите друг друга, иначе мы пропадем. Прежде всего, вера, единство. Мы победим, а победим мы все равно». И ведь Тарасенко не единственный, кто верил в хорошее будущее России. Сербский старец Стефан Куральский о будущем России и США заявил следующее. «США всегда завидовала громадности Российской империи. Будет конфликт или нет, вы знаете, что делать. А что касается Америки, то власть гегемона рухнет к 2025 году. Пропадет страшно, начисто. Американцы будут бежать, стараясь спастись в России и Сербии». Стефан Куральский. И если прогноз Тарца понятен, то его слова о происшествии, связанном с водой, которая смоет большую часть Европы и Северной Америки, нет. По словам Сергея Косторского, журналиста и родственника Ванги, «Женщина говорила о том, что США однажды просто перестанет существовать. Ванга говорила о том, что Америки нет. Она ее не видит. К сожалению, ее прогнозы остаются размытыми. Но из того, что мы попытались понять, США будут разделены внутренними политическими противоречиями и разделятся, когда страной будет управлять 44-й президент. 44-м президентом Соединенных Штатов будет чернокожий. И президент станет для страны последним, потому что потом Америка замерзнет или попадет в пучину крупнейшего экономического кризиса. Возможно, даже распадется на южные и северные штаты Ванга. Старец Антоний. Он утверждал, что неминуемо гибель ждет город, избранный идолом свободы. Очевидно, Антоний говорил о Нью-Йорке и его знаменитом идоле статуи свободы – Эдгард Кейси. Также видел печальную судьбу для Соединенных Штатов. Многие районы Восточного побережья будут разрушены, так же, как и Западного побережья и Центральной части Соединенных Штатов. В ближайшие годы в Атлантическом и Тихом океанах появятся новые земли, и нынешняя береговая линия будет проходить по дну океана. Прибрежные районы к востоку от Нью-Йорка и сам Нью-Йорк в основном исчезнут. Случится уже при другом поколении, в то время как Южные районы, Каролины, Джорджии пропадут гораздо раньше. Эдгард Кейси. Так и некогда одна из величайших империй мира Римская развалилась под собственным весом, не выдержав экономических проблем, внутренних конфликтов и внешних угроз. Из самого могучего государства на свете оно выродилось во что? Современную Италию. И ведь Римская империя была не одна. Где-то что-то осталось от великих завоеваний Александра Македонского. Где империя чингизитов и где Османская империя, погибшая одной из последних. Все кончается, всему приходит конец. Конец есть у государств. Мы видим, как карточный домик уже начал обваливаться. И нам остается только ждать Пасхи 2025 года. Друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал, чтобы нас не потерять. А я с вами не прощаюсь, а говорю вам пока-пока. Белорусы говорили, ну Русь, крещадник, а мы Белоруси, что мы делимся? То есть, а теперь мы будем соединяться за тем, чтобы мы, христиане, которые, и я отвечаю 100%, которые христиане в Америке с детства уничтожали. Писано у нас были вот с такими, которые написано, когда Ахилла накормил. Что мы, мы же не видели, они ответили нам, что за христианство, когда проверили первый враг христианин. Первый враг христианин не может быть, потому что надо познать самого себя и нести как здесь, в чистоте, так и получаем мы самую высшую огненную точку, которая нас ни один огонь не берет. Продолжение следует...